Несмотря на введённые ранее законодательные ограничения, США продолжают оказывать финансовую помощь неправительственным и некоммерческим организациям в России. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель РГД США. При этом Виктория Нулун подказалась раскрывать детали того, как это делается. Власти России наложили строгие ограничения на прямое финансирование НКО из-за рубежа, в частности из США. Однако мы продолжаем финансирование посредством представительств этих неправительственных организаций в Америке. Детали я вдаваться не буду, чтобы не ставить под угрозу саму программу помощи. Сейчас проходит выборочная прокурорская проверка некоммерческих организаций. В ходе неё предстоит выяснить, соблюдает ли НКО российское законодательство. Эксперты при этом полагают, что к тем, кто занимается решением социальных проблем, претензий возникнуть не должно. Но одновременно они призывают дать оценку деятельности тех НКО, которые пытаются влиять на внутреннюю политику России. Когда осуществляется прямое вмешательство во внутреннюю политику, конечно, это приветствоваться никакой страной не может. Я просто себе представил, что было бы, если бы, скажем, в столице Соединённых Штатов в Вашингтоне работало порядка сотни неправительственных организаций, финансируемых, скажем, из Российской Федерации, оказывающих влияние на американскую политику. Я думаю, что это вряд ли бы приветствовал кто бы то ни было в Конгрессе Соединённых Штатов или в американском правительстве. Продолжение следует...